Я отказываюсь думать, что Аслан Георгиевич Бжанин, всенародно избранный президент, глупее меня. Конечно, он умный, образованный, эрудированный человек. И он, наверное, должен понимать тоже, я не знаю, какие там, может быть, мы все картинки не видим, но все же то, что мы видим, это очень сильно нас напрягает. Почему? Потому что мы не видим, какие профиты для нас несет вот эта тема, например, продажи недвижимости. А вот если мы сегодня решаем этот вопрос, оказывается, там, устами друга Абхазии, там, господина Затулина, нам тоже говорят. То есть это не только ни один послодор сказал, то есть тоже, что вот, а дальше это будет вопрос продажи. А в чем смысл? Вот мне интересно, мы как бы постоянно говорим, да, что у нас есть, ну, своя история. И мы проходили эту историю 17%, да, когда нас гнобили, да, как народ и говорили, что вы кто такие здесь, когда у вас всего здесь 17%, да. И эта вся история, да, она сейчас как бы не берется в расчет. Почему? Почему мы должны об этом забыть, я не могу понять. И вот эти вещи, то есть это глобально, это фундаментально, это сейчас вот есть такое модное слово, экзистенционально. Да, это да, так и есть. Это экзистенционально, это для нас, это вопрос быть или не быть. Вот так он стоял когда-то, не так давно. И мы не настолько, у нас короткая память, чтобы сегодня мы вдруг сказали, да нет, что вы, мы опять готовы, в принципе, там, в чем-то раствориться. Ну, нет. И это никуда не уйдет. И для нас это такая довольно, ну, это красная линия. И я не думаю, что, ну, хоть для какой-то власти это непонятно.